Казахстан и Китай планируют ввести безвизовый режим для граждан обеих стран сроком на 30 дней. Соглашение о безвизовом режиме с Китаем только планируется подписать. Оно вступит в силу только после завершения процедур ратификации обеими сторонами. Что думают об этом жамбылцы? Об этом в следующем материале. Валерий Татаренков несколько лет не просто жил в поднеместной, но и обучался. По его словам, введение безвизового режима между Казахстаном и Китаем дает много преимуществ как в деловой сфере, так и туристической. К слову, по информации Министерства образования Китайской Народной Республики, в вузах Китая обучается около 3,5 тысяч казахстанских студентов. Соглашение о безвизовом режиме поможет укреплению отношений в области науки, образования. Думаю, это, конечно же, большой-большой вклад в экономику будет, потому что очень много людей может сразу получать какие-то новые опыты, новые инновации у Китая. То есть 30 дней находиться в пределах Китая, ездить на заводы, приобретать технику различную, привозить ее сюда, а все-таки учеба и так далее – это большой скачок экономику даст. Ну и в то же время и посещение китайских туристов в нашу страну тоже очень сильно отразится на экономике. Положительную сторону, я думаю. Введение безвизового режима может благоприятно отразиться на укреплении экономических связей. Кроме того, безвиз дает большое количество возможностей для представителей казахстанского малого и среднего бизнеса. Теперь трансграничная торговля может осуществляться свободнее и быстрее. Безвизовый режим может способствовать улучшению ситуации на пропускных пунктах с Китаем, где регулярно происходят задержки и образуются длинные очереди. Это даст хорошие возможности для двух стран, к примеру, для сферы туризма. Ведь наша страна обладает хорошим туристским потенциалом, природа у нас красивая. В то же время и наши граждане смогут увидеть красоты Поднебесной. Как отмечают эксперты, безвизовый режим создаст почву для повышения интенсивности контактов деловых кругов, а также предоставит благоприятные условия для иностранных инвесторов. По данным Национального банка Казахстана, на 1 января этого года Китай занимает четвертое место по привлеченным в Республику Казахстан иностранным инвестициям после Нидерландов, США и Швейцарии. По мнению экспертов, безвизовый режим дает хорошие возможности как для туристической сферы, так и сферы малого и среднего бизнеса. Люди смогут не только посещать страну как туристы, но также заниматься малым и средним бизнесом, привозить товары или же наоборот поставлять их в Китай. Ильдар Кзатурин, Векеншебек, Айконов Парад.